Продолжение следует... Здравствуйте! Продолжение следует... 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 Также нам важно отметить, что северо-восточная часть острова Новой Глинея также называется берегом Маклая, по праву первого европейца, ступившего на эту землю. В 1970 году Витя снова прибыл к берегу Маклая и зашел на несколько часов в бухту Константина. Вблизи его берега как раз и расположена деревня Бонго. На мысе Горогасе, где располагалась хижина Маклая в XIX веке, участники экспедиции установили обелиск, посвященный пребыванию в этих краях русского путешественника. Уже в 1971 году на берегу Маклая и островах Океании исследования проводили советские этнографы. Шестой рейс научно-исследовательского судна Дмитрий Менделеев был посвящен двойной годовщине. Столетию со дня первой высадки в Бонго выдающегося путешественника Миклуха Маклая и 125-летию со дня его рождения. Более того, это был первый выезд советских этнографов в океанию, а руководил им член Института этнографии Академии наук СССР имени Миклуха Маклая Даниил Давидович Тумаркин. В 1971 году северо-восточная Новая Гвинея все еще была подопечной территорией Австралии, но уже начались приготовления к созданию независимого государства Папуа Новая Гвинея. 8 июля Дмитрий Менделеев зашел в порт города Маданг, располагающийся как раз на берегу Маклая примерно в 30 километрах от деревни Бонго, а в полдень 9 июля экспедиция достигла залива Астролябия. По свидетельствам Даниила Давидовича Тумаркина, радостное волнение обладело всеми учеными, когда показались места, хорошо знакомые по описаниям и рисункам Миклуха Маклая. Увидев советских ученых, на берегу Маклая начала собираться толпа, которая хмуро и настороженно смотрела на приближающуюся шлюпку. Ее настроение изменилось, когда новогвинейцы услышали фразу «Отамо кае» – «Го аба трасимум», что означает «О, люди, здравствуйте, мы с вами братья». Обстоятельное знание местных языков произвело на бунгуанцев большое впечатление. Бунгуанцы также были рады слышать, что советские ученые прибыли из Таль-Маклая, то есть из деревни Маклая. Советским ученым пришлось употребить слово «таль», так как в местном языке не было слова, обозначающего страну или государство. Впоследствии оказалось, что жители деревни сохранили добрую память Миклуха Маклая, и он превратился в легендарную фигуру в местных преданиях. Советские ученые объяснили островитянам, что хотят узнать, как теперь живут жители деревни Бонгу, и рассказать об этом на родине Маклая. А бунгуанцы показали им представление о прибытии Маклая из старинной танцы, которую они собирались исполнить на празднике в честь 125-летия со дня рождения русского ученого, на котором, кстати говоря, должны были собраться жители 50 окрестных деревень, а празднество продлится несколько суток. Данный факт крайне обрадовал советских ученых, ведь подтвердилось предположение, что Миклуха Маклая помнит не только в деревне Бонгу, но еще в окрестных деревнях залива Астролябия. Перед экспедицией стоял ряд задач, в том числе и дать более широкое описание собранному Миклуху Маклаем огромному фактическому материалу, а также, например, выявить изменения, которые произошли в разных сторонах жизни бунгуанцев со времен пребывания там русского ученого. Ну и также, безусловно, сбор воспоминаний жителей о Миклуху Маклае и поиск других следов его пребывания на северо-восточном побережье Новой Гвинии. В советском этнографическом обряде было 8 специалистов, специально подготовленных для работы в деревне Бонгу, каждый из которых собирал материалы строго по определенной проблематике. В то же время каждый из них попутно интересовался более широким кругом вопросов, как бы страхуя своих товарищей. Каждый вечер устраивалась краткая планерка, на которой подводились итоги сделанного и намечалась программа на следующий день. Например, Даниил Тумаркин занимался изучением роли товарно-денежных отношений в современном хозяйстве бунгуанцев и их влияние на традиционный уклад местных жителей. А также совместно с Ириной Мелексетовой изучил работу Совета местного управления залива Астралябия. Это был выборный орган, созданный специально австралийской администрацией и действовавший под ее контролем. Борис Путилов, например, занимался сбором местного фольклора. Николай Бутинов и Николай Гиренко с оставлением списка кварталов деревни Бонгу, подсчетом хижины и мужских домов, записью генеалогических данных, а также поиском поколения, которое лично знала Миклуха Маклая. В один из дней экспедиции Николай Александрович Бутинов достал из портфеля копии рисунков, сделанных Николая Николаевича Миклуха Маклая в XIX веке, и старейший житель деревни, которого звали Тонок, узнал на них одного из папуасов по имени Туй. Участники первой советской экспедиции в океане все больше убеждались, что пребывание в Бонгу Николая Николаевича Миклуха Маклая оставило большой и глубокий след в сознании местного населения. На берегу Маклая узнают о нем с самого детства, так как рассказы о его пребывании на Новой Гвинеи передаются от отца к сыну и из поколения в поколение. В ходе экспедиции 1971 года советские ученые проделали огромную работу. Им удалось записать множество песен и мелодий жителей деревни Бонгу, а также саму генеалогию местных жителей, чтобы найти поколение, лично знавшее Миклуха Маклая. В ходе четырехдневной полевой работы советские ученые также установили, что бонгуанцы схоронили многие основные черты самобытной культуры, а элементы западной культуры были наложены на их традиционный уклад жизни. Основой их хозяйства оставались рыболовство и подсечно-огневое земледелие. В 1971 году советская экспедиция также провела исследования в различных уголках Микронезии и Меланезии. После берега Маклая экспедиция посетила Микронезийский остров Науру, архипелаг Вануату, который располагается в Меланезии, Новую Калитонию, острова Фиджи, Само, Атувалу и Кирибате. За шесть лет с момента первой советской экспедиции в океане произошли довольно серьезные изменения, которые знаменовали собой конец эпохи колониализма. Поэтому в 1977 году вся работа советской экспедиции велась на островах, входящих в состав уже независимых государств, таких как Папуа-Новая Гвинея, Фиджи и Тонго. В водах Папуа-Новой Гвинеи научно-исследовательское судно Дмитрий Менделеев работало почти полтора месяца. За это время ученые побывали и в столице Папуа-Новой Гвинеи, в городе Порт-Морсбе, в портовых городах Мадан, Квилае, Тробианских островах, Новой Ирландии и т.д. Также этнографический отряд провел исследование на деревне Бонгу на северо-востоке Папуа-Новой Гвинеи, который, как мы с вами уже знаем, носит название «Берег Маклая», куда советские ученые прибыли утром 13 февраля 1977 года. Жители деревни приветствовали советских ученых громкими возгласами и среди встречавших также был и старейший житель деревни по имени Тонок. Уже в первый день ученые заметили перемены, связанные с обретением Папуа-Новой Гвинеи государственной независимости. Так, днем на деревенской площади состоялось собрание жителей сразу нескольких деревень, на котором обсуждались местные дела и предстоящие выборы в парламент страны. Два приезжих агитатора-новогвинейца растолковывали собравшимся особенности избирательной системы и призывали каждый голосовать за свою партию. В ходе экспедиции советским ученым удалось собрать сведения о 63 бенгуанских семьях, что составляло примерно три четверти от общего их количества в деревне. А обследование 10 для жилых домов показало, что у бенгуанцев появилось гораздо больше покупных вещей, включая одежду и посуду. Если в 1971 году в деревне имелся, например, один приемник, то в 1977 году их насчитывалось более десятка. Покинув Папуа-Новую Гвинею, советское судно зашло в австралийский город Брисбен, а затем направилось к островам Фиджи и Тонго, где советские этнографы также собрали довольно ценный и интересный этнографический материал. На островах Тонго, например, состоялась знаменитая встреча членов советской экспедиции с танганским королем Тауфахау Тупоу IV. У него было интересное хобби, он коллекционировал русские балалайки. Поэтому начальник этнографического отряда Даниил Давидович Тумархин приобрел в Москве специальную концертную балалайку и во время аудиенции у танганского короля вручил ему этот красивый подарок, которым тот остался очень доволен. Таким образом, мы с вами видим, что полевые работы советских ученых на островах Океании в 1970-е годы стали новым этапом в развитии советской этноокеанистики. Собранный в ходе экспедиции богатый этнографический материал помог по-новому взглянуть на ряд научных вопросов, а ученые-этнографы опубликовали множество статей по различным культурным аспектам, которые касались посещенных ими островов. На этом наша лекция подошла к концу. Благодарим вас за просмотр, оставляйте ваши комментарии и до новых встреч! Продолжение следует...